МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маршрут на развитие. Заместитель премьер-министра посетил предприятие Бобруйска. Восстановилась неплохая ориентабельность. Что в планах на год качества? Особая миссия. Местный житель заработал срок вместо денег. 19-летний, учащийся одного из местных вольжей. В чем причина? Пронзительный сюжет, премьера сезона в театре драмы и комедии покажут постановку «Божьи одуванчики». Должно быть смешно, озорно и легко. Что ждать зрителю? А также перспективы сотрудничества, высокие показатели и блэк-лист. С октября Белавия начнет вести черный список пассажиров, кому откажут в продаже билета. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. По щелчку ЦИК на официальном сайте запустил сервис по поиску участка для голосования. В разделе, посвященном текущей избирательной кампании, легко найти не только адресы, но и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Мы должны правильно сделать выбор и обязательно пойти в день голосования, проголосовать. Это наш долг, это обязанность каждого белоруса. При голосовании я буду обращать внимание на то, что предлагает нам депутат. И, конечно, для меня очень важно, чтобы наш город процветал и становился еще лучше. Поэтому 25-го числа я пойду на голосование. Абсолютно важно в ближайшее участие в выборах высказать свою гражданскую позицию и поучаствовать в решении судьбы государства. От этого зависит напрямую будущее государства, направление его развития в различных сферах социальных, экономических, во всех направлениях. Самое главное, что, ну, я думаю, что депутат, как и все понимают, это должен быть глаз и слово народа. И, ну, в любом случае, общение с народом и честность, открытость. Я думаю, это самое главное качество. 25-го числа я пойду голосовать, проголосую, потому что это решается судьба нашего города. Депутат, он должен думать в первую очередь о народе, помогать людям решать их вопросы социальные, ну, честным, быть открытым. Единый день голосования, напомним, пройдет 25-го февраля. Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Если по какой-либо причине граждане не могут в день выборов принять участие в голосовании, они вправе отдать свой голос досрочно с 20-го по 24-е число. Участки в эти дни будут работать с полудня до 19-ти часов. Погнался за длинным рублем. Побручанин вместо денег заработал срок. Молодой человек хранил в тайниках на территории города около 100 грамм мефедрона. Синтетическое вещество дает краткосрочную эйфорию и в конечном итоге приводит к летальному исходу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Местному жителю грозит до 20 лет лишения свободы. 19-летний учащийся одного из местных колледжей успел поработать на интернет-магазин по продаже наркотиков чуть более месяца. Он получал у куратора партии товара, делил его на более мелкие дозы и распространял через закладки на территории Бобруйска и Могилева. Наркопреступления фиксируются по всей стране. Чаще всего в дело вовлекают несовершеннолетних. Подростки в желании заработать охотнее соглашаются на легкие деньги. Нужно помнить, любое преступление несет за собой ответственность. Пробки на границе, поезд памяти и рост платы за обучение. Принята инициатива повысить сумму возмещения за получение высшего образования. Кто попадет под указ? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Китай подготовят планы развития сотрудничества до 2030-го. Акцент на углублении технологической инвесткооперации регионального сотрудничества, реализации гуманитарных инициатив. Самый существенный двусторонний проект – индустриальный парк «Великий камень» в этом году уже вырос на 8 новых резидентов. Как итог, зарегистрировано 127 компаний, из них 44 выпускают готовую продукцию. Минобор озвучил предложение по закреплению выпускников вузов на рабочих местах и предложил повысить сумму возмещения молодым специалистам в случае отказа от распределения или попытки полностью уйти от возможности возмещения затрат. Кроме того, могут увеличиться сроки отработки по некоторым специальностям, в том числе и для лиц, которые обучаются по целевым направлениям. С октября у нацперевозчика появится свой собственный черный список пассажиров. С того момента авиакомпания откажет в продаже билетов тем, кто в свое время успел похулиганить на борту. Дебоширов несут в реестр лиц и пришлют об этом письменное уведомление. Исключение из списка возможно только после снятия правонарушения или судимости. До этого срока гражданин не сможет улететь этими воздушными линиями. Около 700 фур ожидают въезда в ЕС на белорусско-литовской границе. За минувшие сутки существенно ничего не изменилось. В течение 24 часов европейцы пропустили 32% грузовых транспортных средств от нормы. Перед единственным функционирующим для большегрузов польским пунктом пропуска Кукурыки с Определьной Козловичи скопилось 100 машин. В стране проводится отбор на конкурс «Поезд памяти 2024» для десятиклассников. Он пройдет в четыре этапа и будет включать в портфолио визитную карточку «Эссе о той весне». В 2023 маршрут прошел по 14 городам России и Белоруссии. Ребята посетили знаковые места Гродно, Жлобино, Могилево, Полоцка, Минска, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Москвы, Тулы и Волгограда. С рабочим визитом заместитель премьер-министра посетил Бобруйск. На крупных городских предприятиях в Фондоке, Белшине, Кожевином комбинате провели совещание по вопросам деятельности и ознакомились с производством. О том, какие темы в центре внимания, Елизавета Липеева. Бобруйск с рабочим визитом посещает заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. На повестке дня работа флагмана белорусской деревообрабатывающей промышленности. Первоочередная задача для Фондока – поиск новых инвестиционных проектов и расширение рынков сбыта. Предприятие активно трудится в этом направлении. Так на новый уровень вышло сотрудничество с Узбекистаном. В этой стране Бобруйский завод займётся производством мебели. Планы у нас, конечно, на этот год, они грандиозные, они есть. Прошлый год для нас был одним из, наверное, сложнейших, поскольку нам пришлось полностью перестраиваться и на рынке, и менять ассортимент выпускаемой продукции. На Белшине главный упор на работу в области импортозамещения. Завод сотрудничает с БелАЗ, МАЗ, МТЗ, ГОМ, Сельмаш – гигантами белорусской промышленности. Обновление ассортимента выпускаемой продукции, оперативное реагирование на потребности заказчиков позволяет предприятию быть в топе. Белшина последних два года, 22-23, сработала довольно успешно. Практически выполняются все доведённые показательства правительством. Восстановилась неплохая рентабельность в пределах 9%. Но в любом случае есть определённая сложность. Была обозначена перечень вопросов, на которые предприятие поставит первоочередные задачи. Это ходимость шин сверхкрупногабаритных с целью определения их темпа и производства в ближайшие годы. Был обозначен вопрос оснащения лабораторий, в том числе и отраслевой перечень оборудования, необходимая для оснащения лабораторий. Производство шин – трудоёмкий процесс. Неотъемлемая часть разработки продукции – отраслевая лаборатория. Отличный результат возможен только благодаря научному подходу, профессионализму сотрудников и качественному оборудованию. Бобруйские шинники активно взаимодействуют с Национальной академией наук и лучшими вузами страны. Мы проводим, называется, обратный инженерный анализ. Мы берём, значит, лучшие шины аналоги, препарируем эти образцы, заготавливаем различного рода и формы образцы и проводим испытания. Так только вот на одной резине протектора проводится порядка ста испытаний и получается порядка двухсот различных показателей. Главный акцент в год качества сделан на совершенствовании продукции. Для расширения ассортимента и наращивания объёмов будет продолжаться модернизация производственных баз. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Воздушная интонация жителей города ожидает премьера «Божьи одуванчики». Лёгкий спектакль с занимательной интригой и анекдотичным сюжетом презентуют уже на этих выходных. Стремительный ритм, лёгкость диалогов, яркость и выразительность характеров проживёт зритель. В постановке задействовано шесть человек. Все они покажут захватывающую историю, где есть место смеху, слезам и, конечно, любви, которой все возрасты покорны. По жанру у нас это комедия «Водевиль», поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы зритель получил какие-то положительные эмоции, потому что должно быть смешно, озорно и легко. Насколько это получится легко, не знаю ещё. И насколько озорно и весело. Но зрители придут и как-то оценят, как работают актёры. Иногда приходится вспоминать одну из первых своих профессий, которых... Ну, здесь я играю такого зэка-интеллигента. Это впервые. У меня вообще в творческой биографии, потому что у меня актёрская биография очень такая сложная, у меня такая имперская. Билеты на этот месяц уже раскуплены, но есть возможность увидеть всё своими глазами в марте. К слову, это не все новинки. Театр приглашает желающих на атмосферные экскурсии. Гости смогут посмотреть на процесс постановки спектакля, проникнуть за кулисы, сделать стильные фотографии и узнать интересные факты сценической жизни. Сразу после нас сирена в 20.45 мои коллеги предоставят обзор криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!